Эй, вопрос-ответ выпуск 3. Нестандартный выпуск, потому что мы в течение месяца проведем эксперимент. Попробуем записывать один ответ на один вопрос, но почти каждый день. Посмотрим, как это зайдет и, собственно, сразу к вопросу. Если бы вы принимали на работу джуниор фронтенд девелопера, то на что вы обращали бы внимание в первую очередь? Какие требования были бы к нему, как к личности и программисту? Что я обычно хочу увидеть в человеке? На самом деле я очень много внимания уделяю именно личности программиста. Первое. Это желание развиваться в этой области. Конкретизирую. Когда ко мне человек приходит и говорит, я хочу развиться, стать программистом. Прямо вот глаза горят и все такое прочее. Обычно как? Так. Люди на него смотрят, такие, о, классно, задают формальные вопросы и ты нам подошел. Потом часто начинается всякое дерьмо. Я обычно стараюсь понять, действительно ли человек этого хочет. Понятно, да? В большинстве случаев человеку, когда от него не ожидают чего-то заоблачного, ему верят на слово. Он хочет. Замечательно. Я привык к тому, что люди в большинстве случаев врут. Врут самим себе, врут мне. Осознанно или неосознанно, это не суть. Потому что самый важный результат. И если человек начинает потом фокапить, это часто бывает именно следствием вот именно неправильного анализа его характера, его желаний, его стремлений и так далее. Поэтому желание развиваться, расти и так далее. Но для того, чтобы это выяснить на собеседовании, я провожу ряд проверок просто в диалоге. То есть не надо сейчас спрашивать, какие я тесты человеку даю, какой формуляр он должен заполнить и так далее. Такого у меня нет. У меня нет в принципе тестов, которые высылают по почте, выполните и потом мы вас рассмотрим. Без этого дерьма я в это вообще не верю. Ну как не верю? У этого подхода есть свой резон, но не про мою компанию. В общем, нужно выяснить наверняка, хочет ли человек развиваться. Какие, кстати, могут быть признаки этого? Сразу скажу, это понятно, что не все. Потому что когда ты разговариваешь с человеком, там очень много всяких психологических нюансов в общении, в поведении, в том, что человек делает, в его результатах и так далее. Но явный признак, делали человек до этого что-либо. Если вы думаете, что большая часть людей, которые учатся на IT-факультетах, ну конечно же по умолчанию уже что-то делали, кроме лабораторных работ, замечу. То есть кроме того, что им в обязательном порядке принудили сделать в институте, к сожалению, очень маленький процент вообще делал что-либо сам. Ну там с друзьями собрался, сам что-то пытался там наваять в какой-то проекте. Завершенный, не завершенный, это уже неплохой показатель того, что человек что-то действительно хочет. Не на слова хочет, а делает что-то, чтобы прийти к своей цели, мечте, как угодно назовите. Это один из признаков. Второй признак. Он уже что-то понимает в каких-то теоретических основах программирования. То есть он ко мне приходит не... Я хочу научиться, я ни хрена не знаю, вы меня учите. А что ж ты дорогой делал там несколько лет? Ну как, ну понимаете, ну вот, нас же ничему не учат. Там все плохо и так далее и тому подобное. Поэтому я в принципе и не старался, но вы-то меня научите же, да? Не тот вариант, понятно, да? Что еще? Ну то есть я рассказал о паре признаков. Об остальном, кстати, может быть потом еще расскажу. Посмотрим. Дальше. Что помимо этого? Коммуникабельность. Ну, нечастые явления у программистов, особенно у тех, которые сильно погружены в технологии. Но под коммуникабельностью я подразумеваю не затыкающийся рот, а, скажем так, манеру находить контакт с окружающими людьми. Доброжелательность, отсутствие излишней эгоцентричности, ну то есть нету завышенного самомнения, да? Умение слушать других, умение делать то, что тебе говорят и так далее и тому подобное. Много маленьких нюансов один за другим. Поэтому, собственно, я лично провожу собеседование, а не как-то часто делают в больших компаниях. То есть у меня не сидит HR, который фильтрует людей. Потому что, ну, сложно натаскать HR, чтобы она все эти нюансы понимала. А это, кстати, очень важный момент. Потому что человек с говеным характером может отравить весь коллектив. Я как-нибудь об этом тоже подробнее расскажу. Это очень важный момент на самом деле. То есть стремление что-то делать, покладистый характер. И если мы говорим вообще в целом о требованиях, то у меня есть требования к базовым знаниям теории программирования. И вот, как я уже говорил, там какие-то базовые проектики, еще что-то. Теоретические знания, я спрашиваю, несложные. Вот любой студент, который не спал на уроках, он сможет на них ответить. К сожалению, большая часть студентов на них ответить не может. Статистика. Почему так? Отдельный вопрос. Я об этом говорил, надоело уже. Вот. Поэтому базовые знания, это я резюмирую, базовые знания, стремление что-то делать и адекватный характер. У меня все. По сути. То есть, если вы ожидали каких-то супер хитрых советов и так далее, то все просто. Не будь макдаком и стремись делая что-то на пути к своей мечте. Все. На сегодня это все. Я думаю, увидимся завтра. Пока.